По льготе, если верфорте, кардиомагнил. Затем, значит, в фазе на апреле, биронуал от астмы. Михаил Вайнтруб должен ежедневно принимать по 12 наименований таблеток, чтобы поддерживать свое здоровье. Астма, сахарный диабет, гипертония, глаукома, катаракта и нарушение сна. Раньше большинство препаратов он получал бесплатно по федеральной льготе. Потом с лекарствами начались перебои, и он решил стать только региональным льготником. Дня три назад я пошел, мне говорят, так, все, регионалки больше не будет никому. То есть, тем, кто отказался, вышел приказ так называемый за подписью исполняющего обязанности министра здравоохранения госпожи Коган. Приказ, вот сейчас он издается якобы, он уже не опубликован, но он уже вступил в силу. Михаил Вайнтруб говорит, что уже в этом месяце получил лекарства только для лечения сахарного диабета. Остальное купил за свой счет. Из 6 тысяч пенсий на таблетки ушло 4. Пенсионеры многие возмущались в поликлинике, почему, в чем дело, в России, что там Путину объясняют, что вот реказ вышел, вот мы не можем, мы не будем. Елена Горковенко, начальник отдела лекарственного обеспечения в Минздраве, говорит, документ, который упоминает пенсионер из Аввакана, действительно существует. Она автор этого приказа и нужен он для того, уверяет медицинская чиновница, чтобы избавиться от дефицита лекарств. 29 тысяч отказников в Республике Хакасии и все они претендуют в последующем на препараты в натуральном выражении за региональные льготы. Хотя при этом получили деньги, монетизацию льгот из федеральной. То есть, на мой взгляд, это все-таки иждивенческие настроения пациентов, потому что вот у вас есть одна льгота, а вы претендуете на другую. Приказ действительно еще не действует, не прошел регистрацию в соответствующих органах. Однако не выписывать определенные лекарства отказникам могут, говорит Елена Горковенко. Но вот онкобольным или диабетикам в препаратах не откажут. Вернуть федеральную льготу на следующий год пенсионеры могут. Нужно до 1 октября написать соответствующее заявление в пенсионный фонд. Михаил Вайнтруп уверен, местный Минздрав нарушает российские законы. Во вторник пенсионер отправится в приемную президента искать правду там. Мария Дудник, Андрей Доржу, Новости, 7-й телеканал. Прошу вытаскивать и ставьте.